Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим шоколадный крем с медом и корицей. Это будет сложносоставной крем, состоящий из заварной части, сливочного масла, шоколада и какао. Мед можно заменить на сахар. Этот крем я готовлю для меренгового рулета, поэтому он у меня не слишком сладкий, так как в меренге сладости достаточно. Если вы будете готовить крем для другого десерта, то количество меда или сахара можно увеличить. Молоко любой жирности выливаем в кастрюлю с толстым дном, добавляем мед и корицу. Если не любите корицу, просто не добавляйте. Ставим кастрюлю с молоком на плиту и прогреваем, изредка помешивая, доводя почти до кипения. Пока молоко греется, соединяем в отдельной емкости желтки с крахмалом и быстро перетираем венчиком до однородности. Когда над молоком пошел активный пар и оно готово вот-вот закипеть, снимаем его с плиты и тонкой струйкой вливаем желтки с крахмалом, при этом непрерывно перемешивая венчиком. Так выливаем приблизительно половину молока, а затем получившуюся молочно-желтковую смесь переливаем обратно в кастрюлю к оставшемуся молоку и возвращаем снова на плиту. Постоянно, непрерывно перемешивая, увариваем крем до густоты. Нагрев плиты у меня средний-низкий. Я термометр не использую, а всегда ориентируюсь на консистенцию. Когда видите, что крем начал густеть, нужно снять его с плиты и хорошо перемешать до абсолютной гладкости. Это сработал крахмал, но крем еще не готов. Когда довели текстуру до гладкости, снова ставим на плиту и продолжаем уваривать. Такой объем крема нужно варить еще около минуты. Крем готов, перекладываем его в другую емкость и чтобы он быстрее остыл, поставим в емкость с холодной водой. Периодически подходим и перемешиваем, чтобы крем не покрывался корочкой. И так он достаточно быстро остынет. Когда заварная основа для крема остыла, растапливаем темный шоколад на водяной бане или в микроволновке короткими сессиями по 20 секунд, каждый раз доставая и перемешивая, чтобы он не перегрелся. И теперь пусть постоит немного остынет. В остывшую заварную основу через сито добавляем какао, разминая все слежавшиеся комочки. И перемешиваем сначала лопаткой, чтобы какао не разлетелось, а затем миксером до объединения на самой минимальной скорости. Теперь по очереди добавляем оставшиеся ингредиенты. Сначала растопленный шоколад, перемешиваем на минимальных оборотах до объединения. И размягченное сливочное масло комнатной температуры. Снова объединяем миксером на минимальной скорости. Для получения идеального крема без признаков расслоения все ингредиенты должны быть одинаковой температуры или хотя бы максимально приближенной. В результате получается вот такой красивый, блестящий и однородный крем. Сейчас он достаточно мягкий и пластичный, но в торте или рулете он уплотнится, когда стабилизируется в холодильнике. С таким кремом я готовила шоколадный меренговый рулет с ягодным конфи. Его подробный рецепт смотрите по ссылке в описании. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео!